Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это второй тур моего дуэльного турнира. Я играю сейчас против человека под ником Айзен. Не знаю, какова его сила, но в прошлом туре он победил Вайпера Диму. Думаю, тоже вам известен игрок, вы видели его в моих видео. Так что должна быть игра интересной. Карта морская, называется по-русски островки или по-английски Тинни Айландс. То есть тут много маленьких таких островков небольших. И сейчас будет врезка о том, как мы выбирали нации. Итак, вот какие нации у нас остались. Так как карта морская, то, соответственно, практически все морские нации были забанены. Вот мой соперник, уже я знаю, что он выбрал ирокезов. У меня Сиам, Германия, Греция и Зулусы. Ну, давайте размышлять. У Сиамы его способности работать не будет, потому что нету городов-государств. И плюс нету... Ну, слоны. Слоны у Сиамы, так что они тоже работать не будут. Германия. Ну, я, правда, вряд ли думаю, что мы довоюемся до уникального здания Германии, которое тоже работает только с городами-государствами. Но, правда, уникальная особенность в данном случае тоже не особо будет востребована. Я сомневаюсь, что на карте Островки мне придется... Можно будет захватывать лагеря варваров. Ну, Греция вообще ничего не работает. И Зулусы. У Зулусов содержание наземных войск меньше, собственно, как и у Германии. Так, дайте-ка я гляну в целопедии конкретно. Я уже подзабыл, в чем там разница содержания наземных войск у Германии и у Зулусов. Ну, у Зулусов здание, конечно, уникальное. Еще может работать для наземных юнитов. В принципе, эту иканду-то и можно построить для... И для морских юнитов тоже. Так, значит, что тут у... Содержание наземных юнитов дешевле на 25%, а у Зулусов, по-моему, на 50% ближнего боя. И всем юнитам... О! Всем юнитам требуется на 25% меньше опыта за следующего повышения. О, вот это... Вот это неплохо. Так что я беру Зулусов. Так. Ну, вот место. Как видите, производства у меня тут не очень много. Вообще, как-то не особо фонтан. Но зато много... Много морских ресурсов. И думаю, логично пойти в... Сразу открывать святилище и брать пантеон на морские лодки. Это единственная, по-моему, тут возможность у меня хоть как-то получить производство. Ну, бегать тут особенно... Ну, как бы вот еще два... Два холма. Даже еще четыре холма. Но они пока добавятся. Это сколько времени пройдет. Ну, сразу с монумента начнем. Естественно, и, естественно, в рост. Сейчас тут оббегаю, посмотрю, что да как. В принципе, ну... Не очень мне мой старт нравится. Хотя, как видите, у моего соперника примерно столько же суши. В всяком случае, на данный момент. Так что... Тут особо не разгуляешься. Да, очень важно взять пантеон, конечно, на... Лодке, по-моему. Ну, сейчас будем прощелкивать быстро. Так, давайте глянем вообще. Четыре-четыре. Ага. Зато у него производство... То есть он на холме. И у него еще там... Это плохо. У него, конечно, производство выше. А вообще тут ни еды, ни производства, ничего. Он на холме стоит. И плюс еще он обрабатывает какой-то ресурс, который ему дают две еды и одну производство. Ну, блин. Нет, мне надо монумент сейчас построить этим ходом. Потому что у меня сразу начинается... Светилище надо строить. Поэтому немножко подождем. Вот так сделаем. Знаете, мне, походу, надо будет идти... В... В... В волю. Нет, у меня золото еще есть. Так, переключаем на золото. Ну, прости нам на двое еще одна. То есть, по идее, у меня будет раз, два, три, четыре, пять, шесть дополнительных молотков с пантеона. И я иду сразу в оптику, чтобы маяк построить. Ну, и чтобы плавать, конечно. Ну, я буду невеликий маяк строить. Невеликий. Просто маяк. Ой, как тут важно. Я, блин, боюсь, что... Видите, у него на два молотка больше. Ну, уж как мне... Может, не расти пока, а вот так сделать. И светилище построить за три хода. Давайте так сделаем. Иначе просто... Если он возьмет этот пантеон, это будет очень печально. Ну, пока нету смысла покупать этот холм, потому что я, если переключу на холм с двух этих вин, то у меня будут те же самые два молотка, но при этом и две еды. Но при этом только одно золото. А тут у меня два молотка, две еды и четыре золота. Интересно, за счет чего у меня больше очков. Так, все, я построил святилище. Давайте вернемся к росту города. Ну, рабочий мне пока не нужен, потому что мне тупо нечего им обрабатывать. Наверное, как только откроются лодки, начну сразу лодку строить, чтобы хоть какое-то производство иметь. Если я возьму, конечно, пантеон. Он уже, наверное, вырос, да. У него, вон, и еды больше, и производство в два раза. Ну, когда я вырос туда трех, тогда я куплю этот холм, и можно будет обрабатывать его. Так. Так. Если он этим ходом не возьмет пантеон, значит следующим ходом надо будет быстрее нестись к пантеону, открывать его и брать. Это, собственно, наш единственный шанс, по-моему, в данном случае. Ну и надо быстрее уже плыть, исследовать территорию, потому что у меня через 9 ходов посел будет, а я ещё не знаю, куда его ставить. Ну, пантеон он не взял, так что... Так, еее. Фуф. Так, вообще, наверное, мы сейчас купим холм, чтобы на него встала молоточки, и тогда будет не 4 хода, а 3. Видите? Из того, чтобы... Так, что у нас тут? Вот. Ну... Но он растёт лучше меня. Надеюсь, что у меня это всё... А, он открыл письменность. Слушайте. Он письменность будет великую библиотеку, видимо, строить. Ну, тоже важно, но в моём случае идти в великую библиотеку без производства – это просто бессмысленно. зато ему... Я не знаю, правда, как у него там с местностью, но если он оптику не открыл, ему город ставить негде. Он будет одним городом, что ли... Непонятно мне. Будет одним городом ставить библиотеку. То есть ему оптику... На этой карте оптика очень важна, потому что плыть надо города ставить, а тут такие вот маленькие островки. То есть, судя по очкам, у него точно такой же маленький остров, как у меня. Так, ну стратегического баланса тут нету. Я просто думаю, что мне следующее открывать. Наверное, надо железо сразу идти. Давайте письменность, а потом железо вот так. Календарь пока подержу, потому что я и так сейчас присоединю китов. То есть счастье у меня будет, по идее. Так, первая лодочка пошла. Отлично. Понимаете, что, наверное, надо лодки строить. И следующим мы построим трирему. Потому что надо плыть, исследовать, искать соперника. Понимаете, он еще, в чем проблема, может приплыть своей триремой раньше, чем я его найду, например. Встать и будут все вот эти мои ресурсы, ну, недоступны для обработки. Это, блин, все уже, наверное, проигрыш. Так, давайте лучше вот так сделаю. Все остальные, но он вырос, он растет, а я не расту пока. Вообще, мне надо маяк будет построить сначала. До триремы. Потому что маяк, видите, у меня сколько сразу будет молотков. Ну, вот я вышел в оптику. Ну, поплыли смотреть, что у нас тут. Я не буду великий маяк строить, очень много производства он требует. У меня столько просто нету. Да, вот так лучше пускай. Медленно, но растет. Вот. И тут не страшно поселенца без... Так, тут не интересно. Без защиты... Смотрите, мне вот тут советуют, да, ставить. Но это из того, что исследовано. Мы же не знаем. Так-то я вижу, что тут только две. Мне надо, желательно, чтобы побольше было рыб всяких. Всяческих. А, ну вот тут, в принципе, ничего так. Блин. Ну что за подстава? Ну блин. Что за говно? Куда вот они пойдут? Ну тут вот нету лагеря. Где-то вот тут, наверное, лагерь будет. Какой я дебил. Смогу ли я... Смогу ли я его отбить? А, вот где лагерь. Класс. Ну вот тут вообще можно было бы поставить город, если бы я его не потерял. Ну вот смотрите, с моря еще более-менее атакуется. Можно будет отбить, я надеюсь. И будет ап у меня полечиться. Другое дело, куда потом ставить его. Блин, какой же я дебил, а? Агрессивные варвары. И так бездарно отдать посила. Так, ну по идее я уже тут должен его опережать по идее производства. Да. То есть вот он зря в оптику не пошел. Маяк на этой карте очень-очень классная штука. Так, давайте Трирему, Воркбоут, Трирему и Воркбоут. Тридцать четыре, тридцать два. Ну и у меня будет хил. По идее я должен отбить этого посила. Ладно. Здесь еще, кстати, Трирему тут не появится и не проатакует меня. Вот еще. Какие могут быть проблемы. Ну вот, следующим ходом у меня хил будет. По идее, следующим ходом я даже могу и захватить. Нет. О, вот это очень плохо. Видите, он что начинается, да? Очень она тут не в тему приплыла. Фу. Отбили. Вообще, может и хорошо, что я погодил немного. Еще сейчас мы исследуем, где тут железо. О! Может реально вот тут поставить? Сейчас поплывем оттуда. Так. Продолжаем отъедаться. О, мой соперник уже город поставил, походу. Он все-таки как-то смог поставить город. Хотя вроде в оптику не выходил. Или я пропустил, может, не знаю. Да, елки. Да, мне вот тут нравится место. Тут и бананы, и шелк. Поплывем туда. Так. Опять меня тут зажимают. Зажимают. Блин, ну вот то, что они тут мне мешают, это не хорошо. Давайте, наверное, рабочего. А, стоп. Ничего рабочего, если я еще календарь не открыл, да? Ну вот и библиотека построилась. Что и требовалось доказать. А если так? Все равно два. Ладно. Пускай будет в производство. Ну, армия у меня больше, естественно, потому что я тут три ремы строю. Но у него уже два города. А я все с одним, потому что бездарно... Йоу. Так. Что с железом? А железа я не вижу. Теперь мне надо искать место под третий город, где ставить железо. Блин, ребята, ну вы достали реально мне тут. Не, ну тут ставить город ради барьерного рифа не то. Так. Следующим ходом я сюда сначала прыгну, чтобы видеть, что тут нету лагеря. Может не атаковать? Отойти в сторонку. А то так меня трое сейчас могут проатаковать, а так только двое. Вот. Так. Нормальненько. Тут отступим. Будем лечиться. Три хода. Тут рыбка. Три хода. Два хода. Отлично. Надо полечить три ремы, а то у меня тут так... Меня ненадолго хватит такими темпами. Блин. Можно было принять политику. Зачем я город поставил? Какой... Ну почему я такой невнимательный? Объясните мне. Я бы уже сейчас... О! Кстати, взял бы рабочего. Ну ладно, следующим ходом возьму, так что рабочего можно не строить. Стоим, лечимся. Да, у меня тут сплошные три ремы и рыбацкие лодки. Календарь только следующим ходом откроется. Ну ничего, подождем. Вот, все. Освободили. Отличненько. Рост у нас идет. Теперь надеюсь на этот город будут они больше нападать, чем на Улунди. Смотрите, как у меня с едой. Классно. Проблема, правда, что нету железа. Так, готов. 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 Ай. Да, блин. Надеюсь, его варвары так же конопатят, как и меня. Так, пошли-ка мы в философию. Так, полечимся. Полечимся. Подождаться. Продолжаем. Удивить. Удивить. Продолжение следует... Продолжение следует... Не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Двагис, адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Двагис, если быть точным. С золотишком пока вроде у меня норм, а триремы надо лечить. Что у нас с армией? У него походу вообще нету трирем. Я надеюсь, его там варвары нагибают. Наказывают за то, что он библиотеку построил вместо трирем. Блин, одна еда это плохо. Опять там кто-то сверху мешает, а? Что ты будешь делать? Вот так. Так, ну у лунди стоит растить, собственно, до... Вообще можно растить сколько угодно на самом деле. Так. Амбар. Триремка. Еще, наверное... Нет, будем уже библиотеку после той триремы строить. Так, пока тут сидим. Все, пора разбираться, кто там... Откуда эти... Триремы валят, потому что... Плохо. О, построил он трирему, видимо. Так, производство у него повыше. Конечно. Так, я вот думаю, все-таки построить в обоих городах библиотеку, потом нацколешь в Улунде, и потом уже третий город ставить. А третий город надо ставить около железа, которое еще не найдено. Но так как мы с ним не встретились, ему ко мне проплыть тоже не особо фонтан. Не убивает. Вот этот убьет. Раз, два, три. Угу. Так. Тут у нас что? Спасибо. Так. Так, все, и поплывем вырубать лес и обрабатывать шелк. Двенадцать ходов, три хода и четыре хода. Теперь главное найти железо. Железо что-то не видно пока. Пускай стоит лечиться тут. Так. Лечится, плывет. Надо в эту сторону разведать. То, может, знаете, тут близко железо. Просто я в эту сторону поплыл, потому что меня отсюда варвары напрягают. Ну, вот какой-то неплохой островок. Но есть ли на нем железо? Ну, вот в чем вопрос. Ну, вот до девяти можно все вырастить. Пускай он тут. Пускай он тут. Корбquin. Прокажи, давайте посмотрим. Пускай он тут. Потом мы рассыпались. Может, мне имело смысл честь взять, я вот думаю. Так, слушай, а железо ж я открыл, да? Да. К тому, что его может быть не видно, что я его не открыл, но я его открыл. Так, что мы будем следующее исследовать? Что у нас с демографией? Ну, он так по науке вперед вырвался, но правда, может, он исследует, знаете, не очень дорогие технологии. Что-то меня это отсутствие железа очень смущает. Хотя с другой стороны, может, мы тут на Голиасах будем воевать? Да и моего соперника не видно. Хм. 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 нац колледж ну что нету тут железа на блин куда еще плыть даже я без понятия вот тут еще надо посмотреть может тут рядом с с барьерным рифом можно поставить город с той стороны но я пока сюда сплавлю конечно эти этой три ремой так что шесть ходов шесть ходов араков 8 ну просто я могу еще сюда рыбацкую лодку при привести поставить наверно так и сделаю рыбацкую лодку от мертв строится и оракул начнем с дома я три ремки прокачаны так эти мы из города убьем лечиться будем стоять да у него там явно с местностью получше чем у меня надо бы мне третий город ставить вообще места для третьего города есть тут например интересное место вот тут интересное надо этот лагерь разбомбить например ну ладно сейчас еще поплаваем но он уже в средневековье я думаю в теологии ну рыба вполне могут быть тут какие-то места где можно город поставить так а может мне тогда собственно поселенца строить вот это мне поможет немножко решить мою проблему с наукой варвары все валят и валят а прям ты хоть караул кричи мрамор да главное еще соперника не видно самое что интересное да тут город не поставишь не тут не очень но не, а а и и и и и Ну вот, один ход, правда может быть больше, потому что могут варвары стать, но зажал меня. Да, железа нету, вот в чем печаль, и город где ставить третий, непонятно, все, видите, не построилось, и убили мою прокачанную трирему, ну класс, надо походу честь брать. Блин! Столько оттенков! Открыл, а железа нету. Блин, мне бы в средневековье выйти, чтобы эксплорейшн принять, но я по-любому не успеваю. И что, и тут нету железа? Не, надо походу честь брать, иначе я тут закопаюсь. с варварами. Я думаю, что я отобью быстро. Ну вот, мне и рекомендуют тут он ставить, видите. Надо посмотреть, если там железо есть, то конечно надо там ставить. А я железо тут не вижу пока. Ну может с этой стороны еще, блин. Ну я уже молчу, потому что мне надо с оригинальным ресурсом роскоши. Как минимум. Денег нифига нету. Хотя денег у меня больше, чем у него. Денег нифига нету. Я железо. Я железо. Я железо. Я железо. Я железо. прокуку. Так, ладно постоим. Постоим. Да, все грустнявее и грустнявее Давайте может какие-нибудь, вдруг лошади какие-нибудь Возвращать будут хоть убейте не понимаю куда мне ставить трилемку плюс 10 еще плюс 10 а нет это плюс 7 может все таки сюда да но здесь нет ресурса роскоши то есть если брать ресурс роскоши то вот или сюда все таки но здесь больше производства мне там больше нравится конечно ну что коней нету да ну тут не работает стратегический баланс тем не менее надо было попробовать все было бы неплохо набить конечно до постановки города потому что тут вот золотой век и меньше культуры от города и тут железа нету да я прям не знаю что делать вот 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 Продолжение следует... Ну просто, если у моего соперника железо есть, а у меня нету, то голиасами я его зарашить не могу, потому что он фиг знает где вообще, в принципе. Ну тут неплохое, в принципе, место-то. Вопрос только о отсутствии железа. Всё же таки у меня прокачанные три ремы. По две, по два. О! Тоже, смотрите, в волю пошёл. Но он, походу, не брал... Я не знаю, вышел он в компас, не вышел. Скорее всего, вышел уже. Блин, на пять процентов меня опережает, представляете? Но я думаю, что голиасов мне можно не бояться. Ага, вот он где. Плавает. Я, пожалуй, прямо на мрамор поставлю. Но не сейчас, попозже. Во-первых, у меня не открыто фигня, ради которой стоит на мрамор... О! Блин, может, сюда тогда плыть уже? О! Блин, может, теперь... О! 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 железо найдено в принципе недалеко от моей столицы две штуки но хоть что-то иметь тут еще есть то есть в принципе тут неплохо город поставить да можно поплыть блин не из-за нехватки золота стали распускаться юниты на морской карте это бывает короче поплывем мы к этому железу и 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 блин как он тут пролез Это хоть прокачанное, да, на 2, а у него ничего не прокачано, окей, умер, он открыл Голиасы, судя Потому что у варваров Голиасы есть Какую-то мою треремку вы видите, да? Как нехорошо человек поступает Прям хочет убить меня, убить Сверху варвары тусят В общем, все не очень хорошо, но Эксплорейшн надо открывать и оракул строить Я возьму через 4 хода эксплорейшн и морскую инфраструктуру Понимаете, я сначала похожу треремой Он не может захватить посила Понимаете? Вот Зато тререму я как бы спасаю Плывет он ко мне У него вообще не прокачано Еще минус 2 счастья Не Тут Тебе сложно будет Так, раз, два, три, четыре Не добегает он Даже, наверное, сюда пойду Даже, наверное, сюда пойду Блин! Сколько у нас до компаса два хода? Ну, давайте Тререму Ну, что начинается? Почему лаги пошли? Должен убивать Должен убивать Как все Вовремя у меня Ну Почему лаги? И следующим ходом Морская инфраструктура Знаете, мы этим отступим Пускай атакует Вот тут надо ставить город Угу 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 Так 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 Маяк не страшно. Ух ты, да, я думаю там уже Зулусу не… О, тут еще и мрамор будет, ну зашибись. Так, начинаем строить Голиасы. Да, тут хорошее место. Далеко, конечно, но нормально, нормально. Ради железа оно того стоит. Ради железа. Так, а куда смотался? Ну… Значит, Раш Голиасами я могу не бояться. А вот то, что он все-таки во фрегаты раньше может выйти, это… Это так… Нет, тут отлично. Тут медь и мрамор, то есть у меня два ресурса, считайте… Ээээ… Еще… Телефон. Я думаю, вот потом, я посмотрю. Поехала, а пока не упал. Я думаю, что все-таки уехали. Вот и голиасы плывут Ну, мне тут недалеко Собственно Поплывем на помощь Главное подлечиться Хоть сколько-то Блин, а вон там Варварский голиас Немножко так отойдем, чтобы он мои юниты не видел Ну, пускай эту трилемму Просто он может подплыть и по силу начать обстреливать Мне этого Очень не хочется Так, что у нас говорит демография Что не все так уж и плохо у меня Мне вот главное Приплыть Просто у меня сейчас будет минус по счастью Надо приплыть Обработать Медь Ну, он уже наклепал голиасов Субтитры создавал DimaTorzok Блин, надо было сначала, чтобы они пообстреливали Потому что у меня сейчас минус Получается В силу А, он туда куда-то поплыл Зачем? Ладно, пускай плывет Мы его подождем Ладно, ладно, ладно Продолжение следует... Хм, ну давай, тремя голиасами, по-моему, будет не очень. Реально решил мою на бамбу, но этому голиасу хана, я так думаю. Пойдем его с тыла голиасами напрягать. Ну, еще один плывет. Да ладно. Ну, обстреливай. Это сейчас подплыву. Отступает? А, он отошел просто. Ну, вот этого я должен убить, да? Все, отлично. Не ожидал? Нет, нет, нет. Блин. Эх. Субтитры создал DimaTorzok Давай, беги. Да, к сожалению, у меня тут сейчас умрет житель. Так, ну по науке я отстаю, и у меня как бы... А, слушайте, я взглянул, у меня железо есть, но не видно пока. Куда ты бежишь? Боже, большая черепаха, боже. Обкладывают со всех сторон. Блин, у меня сейчас вообще реально... Жители в минус все уйдут. Блин, это очень плохо. Так, пока повременим тут со стеной. Надо, чтобы он быстрее клетки покупал. Сейчас 10 будет жителей. Хрень полная. Негативный бюджет. Блин, а где деньги взять? Мне нужна религия на бабло. Очень сильно. Фига себе, почему он такой сильный какой-то? Вроде как-то попроще стало. Мне нужны рынки. Музыка. 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 Так, блин! Да, пока на бамбу, конечно, у нас не фонтан город. Зато медь. Как мне этот шерепаду? Слушайте, может тут святилище построить, чтобы быстрее? Все-таки не так далеко до религии, а религия нужна, очень нужна. Ух ты, подплыл, понимаешь, подплывун. Как тебе вот такой ответ. Он вообще ничего не боится. У меня лечилка будет. Здесь, конечно, спасу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересные ему маневры вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он, наверное, думал, что у меня нету. Вообще голиасов, что я прямо тут сижу, бедненький, несчастненький. Кстати, а что у него с деньгами? О, у него, по идее, они должны распускаться. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, что-то написал главное в начале хода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отвлек меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно, не будем пока его атаковать. Ну, блин. Фуф. 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 Да елки-палки, как у меня дороги. Так, стену. И этот мы закончили. Так, пожалуй, теперь... Блин, блин, блин. Правда, он испугался, видите. Ну, вот, видите, чем отличаются хорошие... Я, правда, не говорю, что я тут выиграю, но слабоват. Айзен в том плане, что у него зеленое у юнитов здоровье, да, и он отступает. То есть он не уверен в своих силах. А у меня два юнита на красном и на желтом фоне, то есть их убивать надо. Но он не уверен. Так, знаете что, давайте-ка мы действительно светилище построим. Буду пока юниты прокачивать и собирать для атаки. Поехали. Да. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На этом пока всё. Игра получилась длинной, так что разобью её на несколько серий. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досыряли до конца. Вы слышали Лёшу Халецкого. Канал Лёша играет. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Так, мне надо отойти. Сейчас поставлю всех на лечение. Вроде на данном этапе пока всё неплохо. Ну как, у него лучше, конечно, с развитием, но я думаю, что неприятности эту мы переживём.